Пришло ваше время. Объявлен старт заявочной кампании 4-й республиканской премии среди органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций «Достижение года Республики Татарстан-2019». Подробности этапов конкурса узнаем у исполнительного директора премии «Достижение года» Нелли Полатовой. Доброе утро. Доброе утро. Нелли, расскажите для начала, что это за конкурс такой, как все устроено? Это студенческий, так сказать, «Оскар», который направлен для студентов колледжей, техникумов, училища и факультета среднего профессионального образования. То есть это исключительно среднее, да? Да, 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 и все именно. Высшее сюда не входит? Нет. Разобрались. Как заявки подаются, что участники делают? Кто на это смотрит из жюри? В этом году у нас произошли изменения. Заявки подаются теперь на сайте Студгрант, где они заполняют свое портфолио, заполняют анкету и подают заявку по заявленной номинации. Какие номинации? Номинации у нас 17. Их получается 9 индивидуальных и 8 коллективных. Вообще, вот по каким критериям выбирают участников? Критерии разные. Если смотреть по портфолио, там смотрят на содержательность, лаконичность, на креативность оформления. А уже во время очного тура, когда они уже, получается, выходят, так сказать, десятку лучших студентов, они уже рассказывают про себя. И там оценивается, что тоже креативность выступления, содержательность и по заявленной номинации, например, по достижениям их там. Какие-то работы они все-таки представляют? Конечно, конечно. Если брать различные номинации, как общественник года, там оценивается общественная деятельность внутри учебной организации или же на муниципалитете или республике. То есть багаж какой-то уже должен быть рабочий. Мы говорим, что это республиканский конкурс, значит, у нас участвуют ребята со всей республики. Можно подавать заявки в электронном виде. Не обязательно приезжать в Казань из самого дальнего уголка республики. Это можно сделать. Все хорошо, успокоили. Это самое главное. Этапы. Первый, второй, третий, финальный. Чтобы до финала дойти, что нужно еще преодолеть. Сейчас заявочная кампания. Она продлится до 18 февраля. Они подают заявки на сайте. После этого идет заочный тур, где получается с 18 февраля по 28 февраля эксперты наши оценивают портфолио, которое они подали. После этого выбираются десятка лучших студентов или коллективов. И уже они приглашаются на очный тур. Очный тур защищают свои достижения, показывают, кто они такие, почему они достойны стать лучшими в этой номинации. И после этого уже церемония награждения. Давайте назовем несколько номинаций, чтобы понимать вообще, о каких сферах деятельности может идти речь. Индивидуальная номинация. Общественник года, интеллект года, профессионал года, журналист года, творческая личность года. То есть творческая личность, здесь нужно что-то петь, танцевать, писать книги, стихи и так далее. Это мое. Это твое, да. Журналист года, тоже понятно. Профессионал года. Это по WorldSkills или те ребята, которые занимаются своей профессией профессиональной, участвуют в конкурсах по профмастерству. А вы сказали, что индивидуально, а есть еще командные какие-то конкурсы. Есть коллективные номинации, это, например, орган студенческого самоуправления или, проще говоря, студенческий совет. Есть студенческо-научное общество, студенческий отряд Форпост, студенческие СМИ. Вот различные номинации. Мы взяли охват максимально большой, где они чем занимаются. И вот в этом году еще одна новая коллективная номинация появилась. Добровольческое объединение года. Четвертый год проводится конкурс. Есть какие-то цифры в этом году? Есть ли какой-то рост, увеличение количества участников? В прошлом уже было три конкурса. То есть вам есть с чем сравнивать? Да. Если брать самого первого конкурса, то у нас каждым годом примерно на 100 заявок каждый год увеличивается. Вот в этом году ожидается и надеясь. То есть количество конкурсантов, вернее финалистов остается тем же, 10? Да, да, да. Ну это, конечно, маловато. Что-то получается в таком количестве желающих. Подожди, как это хорошо. Это самое лучшее, значит, проходит. Высокая конкуренция. Ну да, конкуренция совсем. Получается, на очном туре выбирается десятка, они выступают. А уже на церемонии награждения они узнают, кто встает. Тройки лучших. А, тройка все-таки. Да, два лауреата и один победитель. Все нормально, побеждает сильнейший. То есть, да, по итогам прошлого года, кто победил и какая элиминация. И что ждет победителя? У нас много спонсоров, которые предоставляют различные возможности, различные номинации. Мы стараемся максимально брать из различных областей наших спонсоров и предоставлять определенные номинации. Например, спортсменам мы можем предоставить, не знаю, в фитнес-центре что-то там. Да, сертификаты какие-то, да? Да, вот именно. То есть, на каждого есть... Да, ну и, конечно, наши брендированные подарки. Ну, понятно. Отлично. Если мы говорим, что каждый год у нас увеличивается по 100 человек, значит, это арифметическая прогрессия. Пожелаем вам геометрической прогрессии. Спасибо. Удачи вам, дорогие студенты средних учебных заведений. У вас есть время. У вас есть время? Да, присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Проявите себя. Мы сейчас сделаем паузу небольшую, после чего продолжим. Да, у нас сейчас реклама. Мы вернемся через несколько минут. Угу.